всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру за урал без 21 уровне сложности то легенда то звезда футбола режим хардкор но вы знаете в описании смотрите там все подробно описано про этот режим ну и первый матч сегодня против ротора в гостях в волгограде на волгоград арене и конечно мы едем добыть три очка важно не забыть только сменить сложность перед этим итак друзья состав на матч против ротора фернандес элькабир ибрахима и пеняев мишкич голубев круговой рыков калугина адамов баклов да опять изменения в составе я думаю что я всю первую половину сезона буду вот так наигрывать всех вообще по форме выбирать а во второй половине уже будем сильнейших ставить потому что там уже чисто на результат игра пойдет будем бороться по серьезному за десятку вот но смотрите у нас есть партию вместо ибрахима я который вообще по моему не выходил в старте еще в этом сезоне и я думаю его нужно продать потому что ну нет смысла его держать так как он легионерское место занимает играет очень мало есть также у нас здесь конечно же гаджи мурадов направо лебеденко в центр нападения ну и паников туда же можно вообще будет перестроиться на схему 442 например ну варианты разные есть присутствуют так псевдовингеры да ну все погнали интересно конечно как ротор на домашней арене будет действовать против урала от атаки от обороны тут еще и дождь опять же не облегчает нам жизнь в атаку идет ротор ну тогда надо ловить их и искать свободные зоны пока по центру у нас свободную зону нашли и ротор открывает счет калугин проиграл вверх дальше подбор за ротором и провалилась центральная ось у нас да плохо плохо очень плохо оборона урала здесь действовала под моим управлением да что ж такое то щеткин еще один удар здорово пеняев смещение под левую но не точный удар опять там фернандес пяткой пасовал классно в касание вот здесь пас прошел в первую линию атаки но пеняеву не хватает точности в завершении опять начинает урал перехватывать инициативу пас на фернандеса не проходит да вот так ротор забил теперь играет от обороны попробуй вскрой да пеняев на фернандеса дальше ибрахима и вот кого надо менять чувствую я да это первый кандидат на продажу в зимнее трансферное окно я думаю даже после этого матча выставлю ибрахима и на трансфер пеняев еще один удар и опять мимо опять под дальнюю штангу в дальний угол целится на 5 не попадает со второй попытки до него мяч дошел адамов а вот неплохо довели мяч до фланга оттуда можно было подать успеть чуть-чуть адамов промедлил и его накрыли навес алькабира ну у нас вообще нет высокорослых практически игроков надо разыгрывать угловые это наш метод ох уж этот быстрый гол на проиграем ротору совсем будет весело точнее не весело партильо вместо ибрахимая появляется и не знаю лебеденко панюков не пока фернандес остается а там посмотрим адамов подавал ну угловой еще один давайте разыграем два предложения например с адамовым корпус дальше элькабир передача круговому удар а в ближний можно было и попасть даниил хоть и с правой попробуем панюкова все-таки выпустить почему бы и нет меня его можно слева использовать кстати она права гаджимурадова поставить давай оттянутым форвардом вспомнишь как играть сергей гаджимурадова направо надо что-то менять я хочу отыграться и вот сразу пеняев реализация вот что ему нужно будет прокачивать потом но сейчас пока над другими элементами там больше работа на тренировках идет ну правая нога да не его андрей панюков не добирается до мяча не смог пробить защитник его накрывает поражение от ротора будет конечно крайне неприятно повторюсь так ну я думаю нужно не участие в прессинге поставить партию чтобы он не бегал назад ну и перевести акцент на атаку так я уже и сделал в принципе ну желтая должна быть здесь вставая дамов травма что ли не хватало еще тут голубев не прошел пас но убить было бессмысленно я видел что до зона для удара вроде как но я знал что ни к ничему это не приведет максимум к угловому а угловые у нас как же бежит щеткин ты посмотри на него мимо главы у нас бесполезно портильо ну давай вырвись но вырвись ну а дай да что ж такое ну все время чуть-чуть не хватает адамов пролетает мимо но все это поражение ротор забил гол и весь матч провел в обороне или еще нет последняя атака портильо панюков на пеняева нет не проходит пас сожалению но это теперь точно все ай да не ожидал я такой плохой игры уже на 13 месте пока даже хуже чем в первом сезоне идет игра с другой стороны по игре смотримся лучше но по результату хуже там потому что я играл от обороны нулевые ничьи эти приносили нам хоть какие-то очки а здесь вот эти поражения при этом мы создаем моменты но не реализуем в общем очень обидно пока все складывается для нас оренбург нас зовет так сборная месяца тренировки они симов плюс один лебеденко плюс один получил хорошо рыков минус 2 на уж ну как я и говорил где у нас там ибрахима и сколько он вообще стоит 811 тысяч нет какой не то список не тот список трансферная политика список для трансфер все да теперь на легенду возвращаемся играем с динамо дома я не знаю это дико рискованно но я ставлю бигфалви в паре с раффалом потому что у мишки чая проблемы с формой мэрика 67 здесь рейтинг но я думаю он из глубины будет подключаться у нас тоже бородин возвращается в оборону бельнов тут как тут хорошо вроде все прям настроены в этом матче 433 играет камличенко динамо я имею ввиду и камличенко в атаке у них 77 рейтинг очень высокий и здорово борется наверху это мы помним от этого никуда не деться выключаем все акценты и поехали несмотря ни на что буду гнуть свою линию уже вот дух команды более или менее тут уже можно что-то показывать я думаю партильо сильно разогнался уже не смог остановиться вовремя гаджимурадов почти всех протаранил ах еще и нарушил правила там желтая будет скорее всего какой неприятный рикошет но белинов с ним справился шаманьский накрывает ну встречать ну встречать штанга как же тяжело управлять нашей обороной временами там кстати калинин у них играет в старте на левом фланге обороны знакомый наш который первый сезон в урале провел очень опасно очень опасно эти угловые миг фалвеем вот свободная зона есть через понюкова дальше гаджим не гаджимурадов к сожалению не дошел до него мяч а вот тут гаджимурадов здорово на эрика эрик ну с мясом с рикошетами но забиваемый гол ворота динамо ордец автогол но там понюков должен был забивать конечно как здорово биг фалве подключился из глубины но вот сработало то что он у нас играет в середине поля здесь защитник успевает накрывать хорошо что нам повезло здесь рикошетами так ну что забили динамо теперь нужно конечно очень внимательно играть в обороне и снова эрик вот не ожидают его подключения ты посмотри гаджимурадов дальше в середину портильо почему бы не пробить а понюков как здорово открылся ты посмотри удар поворотом концовка тайма явно за уралом ну и первый тайм на этом и заканчивается ну хотя бы автогол хотя бы так запихали с мясом реально так биг фалве пока нормально себя ощущает замены не требуется продолжаем пока без замены лебеденко выйдет чуть попозже вместо понюкова будет там открываться отвлекать на себя внимание ну как мог помешал бородин сейчас пробить камличенко вы знаете друзья мне сейчас нужна оборона конечно и немного гаджимурадова элькабира опустим вниз портильо останется здесь понюков да адамов очень устал а вместо него есть кого да калугин кстати более оборонительные защитник давай вот так и пожалуй все таки я выпущу мишкича хотя не ладно биг фалвий пока хорош чего его чего его это самое заменять то конце концов и псевдо вингеров я уберу заброс на понюкова плив с трудом на угловой убивает мяч хороший контроль мяча показываем в эти минуты так короткий угловой давай рывок через штрафную разыграем с этим товарищем калугин это его так уже теснил что ли опять биг фалве тут уже спортилью они красиво и передача в разрез на понюкова андрей два защитника против него в коробочку взяли и все в касание там невозможно было опять же ударить там требовался прием мяча так лебеденко и можно кругового вместо элькабира вот сюда он там может сыграть ну а не нахава позицию защитника нам нужно дотерпеть браво калуги с понюковым тут у нас опорный пункт при контратаках и немножко не в темп биг фалве понюков а могли сейчас наказать на контратаке как раз биг фалвий но тут нет шунин кстати замен так и не было опять нет остановок очень долго ой шунин что это такое это подарок что ли биг фалве во всайде бы не успел выскочить все-таки лебеденко не смог зацепиться а что мы так раскрылись то господа камличенко нжи против калугина подача емельянов просто выносит подальше ордец динамо прибавляет в эти минуты очень очень опасно это нжи очень тяжелый мяч обработал гаджи мурадов отрабатывает портильо все все должны отрабатывать сейчас абсолютно все абсолютно все круговой конечно вот вот для чего он здесь лебеденко но он закрыт надо идти самому надо идти самому 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 и удар поворотом в дальний угол но лебеденко так и не смог открыться там защитники во и пикал здорово а все остальные отстали не могли уже поддержать вот тут только в ноги можно было отдать наверное но ордец опекал вообще никак не отдать было лебеденко калинина заменили на скопинцева так фланг 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 обязательно фланг нужно контролировать круговому вода через фланг и развивается атака динамо осталось совсем чуть-чуть заброс емельянов в борьбе фамин тихо круговой просто вынеси вот так без привозов чтобы не офсайт лето калугин показывает офсайт но нет нжи опять надо фалить было бигфалви уже тут помогает очень большая нагрузка на калугина в том числе бородин тихо 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 белина все по идее все время вышли давай через фланг неужели мы выиграем у динамо на легенде да ребята проиграли ротору на звезде выиграли у динамо на легенде вот так бывает классный первый тайм второй я уже отошел в оборону играл на результат но и это принесло искомый результат 10 3 очка урала ну я думаю мы здесь поднялись хоть чуть-чуть нифига в этот в этом сезоне спартак вообще смотри 8 побед 24 очка от всех отрывается зенит только на втором мы на одиннадцатом 10 баллов белинов теперь у нас атакующий вратарь что конечно здорово рыков сейчас когда пике в развитии уже прошел они надеются что мы продадим его подешевле рыковым заинтересованы крылья в рыкове бигфал виланс ланс вообще к нам пристал слушай одни одних нападающих нам скауты находят адыкани из адоденхак из нидерландов правый нападающий да левша смещение с фланга то что нам нужно по идее скорость ускорения дриблинг неплохой у него чистота слабой ноги единичка правда совсем плохо в этом а здесь сам буэ за так аргентинец креативный плеймейкер в середину поля скорее больше они на фланг вместо там эрика бигфал или еще как-нибудь да теперь дамы и господа у нас зенит и спартак подряд ну что ж да ромб венда лаздоев минами но как раз на позиции атакующего полузащитника бариос в опорке дуглас ловрен ракицкий а справа кто это такой фернандо костанза не знаю такого лунёв дзюба азмун никуда не девались азмун напомню лучший футболист европы вообще-то мама она вернулся я вижу в зенит джоко гонсалвиш слушай у них много трансферов у них много на шамкин ерохин в запасе древуси сутармин еще есть кого выпустить малкома кстати не видно может тоже уже перешел у нас центр поля вроде вообще в отменной форме я не знаю справятся ли ребята против ромба возможно стоит выключить псевдовингеров опять же слока это помогало нам выходить из-под прессинга так ну все поехали в этот раз я не буду играть пять защитников против зенита с динамо вот удалось как раз таки в обороне справиться ну не позволить камличенко замкнуть там какую-нибудь остру подачу и так далее надеюсь зенитом тоже получится справиться аздоев так перехват алькабир сразу можно в убегать потому что зенит очень высоко располагается элькабир против ракицкого элькабир передача панюков так и был закрыт до самого конца как же хорош круговой элькабир так опять его тут забывают алькабир но мишкич надо забивать рикошет сначала нам помог но потом штангу попадает мишкич ну как же так супер момент просто супер панюков тащит лунёв удар правда в него пошел момент у урала в начале встречи в санкт-петербурге что происходит что пропускали мечи бигфалли как поборолся в этом сочетании у нас есть высокие ребята алькабир подача гаджимурадов нет алькабир на подборе еще один удар классное начало от урала элькабир опять хорош здорово и в дальний угол не хватило подкрутки панюков ударь кто-нибудь да зенит в обороне то не очень в этом матче это видно прям ну ну калугин и мишкич не разобрались вот шанс для зенита на опережение круговой пытался сыграть под ногой у рафала проходит мяч азмун очень опасными на мину классный финт тихо 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 бигфалли помог здесь круговой снова на элькабира надо он разбирается там на своем фланге разбирается очень здорово и снова разворачивает атаку мишкич бигфалли на понюкова андрей но тут ловрен великолепный подкат бородин не пустил минамина ты посмотри ну да заброс на азмуна и 1 0 зуба классно выполнил так все здорово начиналось опять же не успели его встретить азмун классно открылся и белинов пошел на выход тоже не успел ну белинов ты чё почему-то не вышел на мяч хорошо что так все завершилось было довольно опасно но барьес высокий прессинг от колумбийца минамина дальний удар белинов в конце тайма трудится еще как классный матч вообще получается зрелищный но опять на свои моменты не реализуем знаете аздоев стал прикрывать элькабира мишкич оттеснил дзюбу как у него это получилось я не знаю счет наверно был бы 1 1 более логичным и более соответствовал бы происходящему на поле какой плотный удар от дзюбы но белинов опять аздоев уже бьют ну и дзюба да пустые ворота на добивании 2 0 азмун в штангу попадает после борьбы наверху ну что ж ладно давай портилья выйдет егорычев наверное давно кстати не играл а ну и пеняев пеняев свеженький ну может быть что-то получится пропускают его прострел как-то странно его пропустили ну знаю что левша наверное не если зенитом пропускаешь первым то крайне сложно что-то сделать уже очень обидный гол да что ж такое-то азмун не оттесняется ну после того как счет в матче стал 2-0 зенит спокойно контролирует мяч и матч вон у них даже акцент на оборону смещен доигрывает в общем попробуем справиться теперь со спартаком в следующем туре панюков на пеняева хороший пас пеняев дождался панюкова обратная передача ловра на ошибается панюков ну не тому но портилья уже открыт вот не хватает не хватает нашим игрокам точности я не знаю но потихонечку постепенно надо усиливать наш состав иначе так и будем барахтаться на тех местах на которых сейчас расположены я делаю все возможное от меня практически но вы сами все видите удается иногда зацепить очки но не часто 6 поражений уже но там были ничьи у нас просто в первом сезоне тут именно вот эти матчи заканчиваются поражениями другое дело что до десятки совсем близко и спокойно можем даже вон на восьмое подняться со временем ничего страшного пока не происходит единственное что и до зоны вылета очень близко то есть в двух очках материнбурга и ахмата лебеденко теперь охотник за голами пришло время его тренировать по-другому итак рейтинг у него кстати 64 уже но тренировка с акцентом давай удары как я и хотел дриблинг чуть-чуть а передачи у него 70 ну передачи ему не особо нужны хотя у нас довольно комбинационная игра с другой стороны ладно вот теперь у него тренировка с акцентом вроде должен неплохо так развиться итак московский спартак так ну что ж партильо банюков начнут алькобирга джимурадов мишкич рафал круговой рыков емельянов адамов и баклов состав следующий на спартак так все вдовингеры нужны ли здесь учитывая что у них три центральных я думаю что да думаю что да играем дома может быть получится как с динамо главное вот не торопиться с атаками контролировать мяч и искать возможности раскачивать тогда через эрика бигфалли который с глубины подключался мы с динамо организовывали острые атаки а тут посмотрим как получится панюков андрей ну попади ну попасть надо же сразу же первая атака опасная причем адамов тут продавил продавил бакаева вроде и панюков выбрал себе место хорошее для удара защитник не накрывал кто там у спартака кстати играет понце педро роша в атаке бакаев поднимет таша а это ташаев был ташаев ломовицкий по флангам гулеев зобни напорная джик киак утепов и крал защитник крал селихов вратарь портильо здорово развернулся адамов дальше гаджи мурадов но это не фол там правда все упали споткнулись столкнулись портильо потом еще и нарушил на желтое хотел отобрать мяч это было красиво баклав показывает что и он может тащить не только белинов как же долго мишкич разворачивался боже ж ты мой да что с мишки чем-то неустойчивый какой-то в этом матче спартак там очень классно атаку провел такая передача в разрез что против нее ничего не сделать было гулеев бил издалека ну баклав пока спасение серии гаджи мурадов удар по воротам это уже селихов отвечает урал своими моментами круговой опять отбор высоко это он умеет получает по ногам элькабир закончился тайм у нас была перспективная контратака пока неплохо пока все очень даже неплохо а портильо может играть в середине поле интересно у нас есть бигфалви которого можно поставить середину опять и сыграть 4 3 3 и без атакующего полузащитника потому что иногда иногда кажется что а давайте так и сделаем портильо уходит бигфалви выходит и бигфалви будет чуть левее располагаться рафал мишкич и бигфалви я думаю вполне себе да именно центральный полузащитник при этом надо помогать надо обязательно флангом вот но пеняев чуть попозже выйдет и фернандес конечно же куда без них даже не чуть позже а прямо сейчас выйдут пеняев и фернандес давайте пеняев при этом именно оттянутым форвардом сыграет опять успеваем накрыть пока что самый опасный в составе спартака это зелимхан бакаев очень уж он хорош очень быстро техничен элькабир скидывает на эрика надо вперед играть на фернандеса который далеко отпускает мяч фернандес так здорово себя проявлял как только дебютировал в урале но потом потом ушел в тень если честно ну 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 баклофа какие он сейвы делает не выбирался нужный защитник у меня сейчас чтобы встретить атаку спартака круговой элькабир неплохо круговой не упускает мяч идет дальше круговой круговой его никто не встречает круговой круговой против соболева круговой да 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 сергей пеняев 1-0 сначала был ложный удар скажем так но потом мяч до него все таки дошел он вонзает его в сетку туда его с мясом так а теперь терпеть теперь терпеть как круговой устоял под натиском соболева дальше уже отпустил его александр почему-то не доработал и опять через рикошет на легенде только через рикошеты и забивать прострел сильный я хотел вон фернандесу тот пропускал фу хорошо что так получилось и замена получается сработала о квинси промис так но опять же наш план б когда мы ведем счете сильной командой немножечко меняем игру и да здесь элькабир пеняев отрабатывать в обороне теперь вам друзья только так причем давайте пошире вас расположим и выключим псевдовингеров так как нужно широко располагаться все терпим сейчас играть еще довольно много рафал 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 дорабатывать мишки ищи здорово через фернандеса который убежал тут наверное лучше бы нам помог какой-нибудь таран так пеняев вот я сместил сюда полузащитников точнее сделал их атакующими полузащитниками теперь они зоны перекрывают викфалви передача опять на кругового какой проход кругового как он смело пошел ведь дошел до штрафной соперника и снова на него пас круговой ах не успел чуть-чуть Даниил нравится все больше и больше освоился в Урале начал показывать классную игру возможно конкуренция с Нинаховым влияет у которого пока очень мало игрового времени но тут как бы никто ничего не обещал это фол еще 10 минут играть примерно причем вышли у Спартака лидеры сейчас Соболев Промес так внимательно джики подача Зобнин подбирает мяч играет на Соболева Александр назад на Ломовицкого Подача Промес нет Баклов уф Гуливбил с лёта так это если мы не проиграем сейчас вмешаемся в чемпионскую гонку Зенит-то нас обыграл А вот Спартак кажется не смог Эль Кабир Ждет кругового Подача Очень опасно Бигфалви Надо бить поворотом Хороший удар Пеняев Вот это ответ Урала Вот это я понимаю Рафау Подбор Адамов Снова на Пеняева Адамов А нет Немного запнулся там Снова Пеняев Спартак начинает суетиться А когда Спартак суетится Он не играет в футбол Непонятно чем занимается Ой Бигфалви Вот я виноват конечно затянул С переводом Долго выбирал Направление атаки Скажем так 2 минуты Судья добавил Не так чтобы много Адамов надо встречать Ташаева Промес Емельянов Просто вынести Просто вынести Хорошо ваут Еще полминутки Последняя атака По сути Последняя атака Мишкич Еще несколько секунд Отбивается Урал Пеняев А Юмярова тут упустили Подача Баклов Ну почему ты не вышел Спасибо Соболев Что ты не забил Простил нас Александр Соболев Это победа 1-0 Динамо обыграли Дома 1-0 Теперь Спартак обыграли Дома 1-0 Набираем больше очков Именно вот с такими командами Сильными Ну вот нельзя проигрывать Ротову Только в следующий раз Так ну что ж Зенит то выиграл В гостях у Краснодара Как мы видим И да Вышел на первое место Повлияли мы там На гонку чемпионскую Но там еще Вся борьба впереди Спартак Динамо Очень близко Очень близко С Зенитом А мы Залетаем в десяточку Да На десятом месте Отрываемся от зоны вылета Немного Лучший футболист мира Все еще Криштиану Роналду Не постарел тут еще В нашей вселенной сильно Еще может А лучше главный тренер Антонио Конте Круговой и Белинов Попали в сборную месяца Заслуженно Заслуженно безусловно Калугин получил плюс один Здорово А Элькабир минус один получил Дальше Матч в Грозном Тоже обычно непростой конечно Но по нашим правилам карьеры Играть будем на звезде Ну я на звезде Ротову проиграл Ну что ж Следующий состав против Ахмата Выходит Панюков Элькабир Портильо Пеняев Мишки Голубев Круговой Бородина Рыков Отдамов Белинов У Ахмата Ильин в нападении Подберезкин Под ним Два наших бывших игрока Бериша справа Опасный Хотя тут у него рейтинг слабенький Семенов В защите Все так же Опорники хорошие Там видно Шелия Вратарь В запасе есть кто? Понцы есть Который может заменить Ильина Тоже довольно опасно Так Ну Псевдовингеры Оставлю Поехали Безусловно Настрой на 3 очка Куда без этого Я думаю Ахмат тут начнет прям В атаку Хотя нет Низкая линия защиты Карусель на фланге И Акцента нет Алькабир В дальний угол Хорош Попал С левой Ну вот всегда бы так реализовывать Всегда бы так Отман Алькабир 1-0 Первая же атака Урала И Вынимай Ахмат Паркилио Хорош Панюков На фланг Там Адамов Подача на дальнюю Алькабир подключается Рыбкой прыгает Опять хороший старт От Урала Главное и закончить Так же Мишкич Ай-яй-яй Обрезались тут немного Бородин Грамотно с Ильяным Этот левый Центральный защитник Опять же Все больше и больше Мне нравится Пеняев Партильо Панюков Андрей Опять немного Неправильно Действовал Круговой Долго подавал Хотя тут на опережение Панюков попробует Партильо Отдай 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 На Пеняева Пеняев 2-0 Прекрасная Контратака Ахмат потерял Мяч За что И был Наказан Ну что По голову Фланговых Крайних Нападающих Наших 2-0 Урал Да блин Эти повторы Конечно Хочется вот Комбинации Посмотреть Нормально Ну увы Смотришь на Элементы Стадиона Панюков Устоял Сначала Потом потерял Конечно Мяч Но заработал Нарушение Там такая Опять сочная Контратака Вырисовывалась Круговой Прострел Даниил Все активнее И активнее Идет вперед Очень 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 Комфортное Преимущество После первого Тайма 2-0 У Ахмата Ни одного Удара Идеальный Тайм В исполнении Урала Идеальный Так Ну давай Не нахуй Выпустим Как раз Таких Против Бывшего Клуба Своего Портильо Пойдет На левее Наверное Сыграет Как раз Ему удобно Там Бигфалви Выходит В центр А Ну и Лебеденко Давай Вместо Панюкова Бигфалви На Портильо Дальше Лебеденко Лебеденко Что Нарушил Правила Ну Ё-моё Игорь Как ты там Нарушил Ну да По ногам Ударил При этом Он попал По мячу И забил Как же Был близок Ильин К тому Чтобы забить Бывшей команде Лебеденко Назад Такой пас Ну ладно Бигфалви В касание Пеняев Дальше Адамов На Лебеденко Тот был закрыт Пеняев Подбор Эрик Бигфалви Удар На технику В ближний Хотел С подкруткой Но что-то Мяч пошел По центру И совсем Не сильно Лебеденко Мимо Портильо Красиво И простреливай Лебеденко В пустые уже Ворота практически 3-1 Игорь Лебеденко Вот и в чемпионате Забил Прибавляет Потихонечку Бигфалви Пяткой Лебеденко И забегание Делает Игорь И бьет По воротам Ну один-то гол Мы должны Да пропустить Ну конечно 3-1 Полного разгрома Не получилось Ничего себе Уциев Как разобрался Неужели это еще Один гол Адамов Адамов Ну нет 3-1 Концовочка За Ахматом Но в целом Урал по делу Победил Другие результаты На ваших экранах Зенит потерял Очки стула И Спартак Разгромил Краснодар И Динамо Победили Так что Зенит улетает С первого места Это сразу понятно А мы Остаемся на десятом И довольно-таки Близко даже Зона Еврокубков Вон Локомотив на пятом 19 очков У нас 16 Ничего себе Роберто Карлоса Нашего в Порту Зовут работать Тренировать Это круто Конечно После Урала Но у нас Карьера Хардкор Поэтому Какое Блин Порту Итак В следующей серии Собственно Сочи Химки Оренбург ЦСКА в Кубке Краснодар В чемпионате Первые три матча На звезде И тут надо Максимум набирать очков Постараться Конечно Там уже открывается Зимнее окно Трансферное И первый круг Закончится Да Быстро Однако Быстро Очень быстро Я бы хотел Посмотреть Список Наверное Бомбардиров В чемпионате России Ну-ка Чалов 9 Зюба 8 В этот раз Нет Доминирования Зюба И Азмуна Чемпионат Иначе Складывается Так Хорошо Голевые передачи Барис 6 У нас Портильо На 8 Три Голевые передачи Как-то так Ну и посмотрим Еврокубки Я в прошлом сезоне Не посмотрел А зря Как оказалось Потому что Судя по тому что Азмун стал лучшим игроком Европы Скорее всего Зенит там неплохо поиграл Смотрим что сейчас Краснодар Третье место Атлетику Интер Группа такая Суровая В лигу Европы Похоже будут выходить Ну близки к этому По крайней мере Близки Так А где же Где же Зенит А вот Селтик на Полиславия И посмотрите Зенит реально Хорош в Лиге Чемпионов С первого места Выйдут из группы Скорее всего Так А Лига Европы Например Что у нас тут Есть ли тут Наши команды Локомотив Тоже очень хорошо Идет Ты посмотри Выйдет в плей-офф 100% Спартак Похуже Но тут у них В группе Эвертон Как-никак Тоже должны Выходить в плей-офф Получается Наши лидеры Тратят силы Еще вот здесь В главных Еврокубках Четыре команды У нас тут А вот еще Динамо Пятая А вот у Динамо Беда Рен Лейпциг Ну группа сильная Да Третье место Пока что Такие вот результаты ЛЧ и ЛЕ Потом Когда будет плей-офф Тоже Не надо забывать Смотреть Не надо Ибрахима Так никто и не покупает К сожалению Из-за этого я пока связан Но Все равно будем смотреть Свободных агентов Возможно Кого-нибудь присмотрим На На какую-нибудь позицию В Урале Но только С русским Белорусским Казахстанским Паспортом Потому что Лимит поджимает У нас 8 легионеров Пока максимум Все ребят Не забывайте про лайки И комментарии Увидимся в следующей серии И всем Пока